Я думаю, что зря сейчас я её расскажу, но просто хочу быть открытым перед своей аудиторией, своей бандой. Короче, да, я... Я не то, что влюблялся, я встречался с ними с преподом. Четыре, пять лет, в мой раз точно с ней виделись. То есть получается, что мой первый раз был именно с ней. Окей, пришло время рассказать всю правду. Блин, я забыл приветствие снять. Чё твори, бро, меня зовут Сергей Унис, и бро, сразу же, просто, сразу же вы не подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь при этом древе Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Окей, банда, пришло время вас забатить. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, что с вами просмотрим почти нереально, то следующий вопрос-ответ я снимаю в трусах Суприм. Да. У каждого видеоблогера наступает такой момент, когда у него заканчиваются идеи. У меня этот период начался ещё два месяца назад. Да, до меня с отводами дошло, что у меня кончились идеи. Все видеоблогеры в таких моментах снимают вопрос-ответ. Вот, сейчас я буду это делать. Окей, банда, погнали, отвечу на ваши уникальнейшие вопросы от моей Суприм-банды. Да, поэтому сейчас мы будем тащить весь интернет за собой. Итак, первый вопрос. Я чуть младше ваших любимых блогеров. Это глупо звучало, но мне 18. Да, совершеннолетний. Да, могу. Окей, дальше. На данный момент у тебя есть девушка? Нет, но есть Настя, которая и так неплохо мне выносит мозги. Мне этого хватает, спасибо. Сколько зарабатываешь на Ютубе? Братан, да там копейки с монетизацией. Вот, честно. Лучше бы меня рекламу покупали, но почему-то нет. А казино я не продаю. Когда будет конец видео? Ну, где-то через 9 минут. Так, следующий вопрос. Сколько было девушек, если они были? В смысле, если они были? То есть, по-твоему, я... Нет. Ну, стоп. Ну, где-то 3 или 4. Да, я не помню. Какое твое любимое увлечение? Лежать на диване. Последние полтора месяца такие проходят мои дни. Если у меня нет Суприм, то я в банде. Конечно, бро, о чем ты еще говоришь? Смотри, я даже сам сейчас не в Суприм, но я же в банде. И помню, что у меня весь фонд сейчас есть Суприм. Но ты в банде. Всего-то, чтобы вступить в банду, тебе нужно поставить лайк и нажать на колокольчик. И тогда ты в банде. Когда будет годный контент, а не пошлый? Ну, братан, ты не по адресу. Я сейчас вообще снимаю вопрос-ответ. О чем ты? Что привело тебе снимать видео? Нищета. Маленькая ремарка. Как только я начал снимать видео, я не знал, что на видео можно даже зарабатывать. Только где-то через 4 года после того, как я начал снимать видео, я узнал, что на видео можно зарабатывать. И только тогда у меня появились мысли о решении своих финансовых проблем. О, выдели? Против 110 тысяча считал и выиграл. Вот что означает. Это история мальчика с маминым фотоаппаратом. Первое свое видео я снял на мамин цифровик. Перед своим монитором я выстроил огромную горку из своих учебников. А сверху я поставил мамин цифровой фотоаппарат за 300 гривен. Так я и снял свой первый летсплей. После чего я его загрузил в ВК. И там мои друзья меня поддержали. Это было незабываемое чувство. Откуда деньги на дорогой брендовый шмот? Darknet. Я шучу. На самом деле, Ютуб приносит деньги. Приходится на них покупать. Ты будешь продолжать рубрику «Инспектор школьник»? Ну, братан, если ты имеешь в виду, то ли я буду делать на каких-то блогеров, то... Если на меня будет какой-то блогер залупаться, то да. И если будет на мою панду что-то говорить, поверьте, я его разнесу. Сколько шкур ты уже раскрыл? Братан, да каждая вторая шкура тут даже раскрывать не надо. В нашем мире их полно. Сфоткали ли тебя твои фанаты, когда ты прошел перед ними на дороге? Не знаю, я обычно не замечаю этого, потому что... Я когда иду по улице, я просто тупо смотрю вниз. Но, на самом деле, один раз Настя рассказывала, что было такое. Ну как, они не фоткали, они типа шептались. Это он, это он. Почему ты снимаешь переписки? Из-за того, что это набирают просмотры, причем бешеные. Первая часть переписки набрала больше, чем полмиллиона, а там уже, по-моему, 600 тысяч просмотров. И это бешеные просмотры для меня. Как ты относишься к покраске волос? Нормально. Сколько твой рост? Метр семьдесят пять. Куришь ли ты? Нет, но иногда электронную серию эту парю. Очень редко парю. Где Supreme покупал? О, с рук, по-моему. Сколько тратишь денег на вещи? Ну, смотря, что покупать. Если брендовую вещь, то дорого. А если не брендовую, то... Нет. Я такой человек, что я могу сегодня купить брендовую, очень дорогую брендовую вещь, а завтра пойти в Second Hand скупляться. Для меня это вообще... Ты бы встречался с девушкой, которая старше тебя на два года? Ну, да. Она старше, она опытнее, и это нормально. Вот если младше, то уже нет, потому что там дальше идут скольницы, и это не очень круто. У меня вопрос по поводу видео. В какие они недели они выходят? Ну, по идее, они должны выходить через день, но в связи с тем, что последние два месяца у меня творческий кризис, они выходят раз в неделю. Да, и еще YouTube меня тупо выкинул из рекомендованных, поэтому мне нужно снимать чаще видео. YouTube. А тебе трудно снимать видео и монтировать их? И передай мне привет. Привет, братан. Я обожаю это делать. И, к примеру, сейчас я получаю и кайф, что я снимаю видео, что я сижу перед камерой, рассказываю это вам. Хотя нужно было за три года уже научиться просто смотреть в камеру. А самое большее утомляет, что мой слабенький компьютер рендерит видео четыре часа. Десятиминутное видео четыре часа. Но благо я заказал новый комп. Заправил постель? Да. Сколько весит слон? Как и ты. Ладно, не обижайся, я шучу. Во сколько лет был первый раз? Первый раз чего? Первый раз, когда я сделал играть в КС, то это был третий класс... Погоди, я первый раз в КС сыграл в первом классе. Первый... Я в КС играю уже больше десяти лет. Бум. Почему я все еще не в Na'Vi? Когда будет адская техника? И, кстати, спасибо за лайк под коммент. Не за что, братан, не ставлю всем свои лайки. Адская техника и адские приборы будут тогда, когда я найду планшет или же приставку PlayStation или Xbox, мне не важно. Но пока что я в поисках планшета, и у меня это плохо получается. Если бы не было Ютуба, куда бы ты пошел работать на завод? Какая твоя любимая шмотка от Суприм? Ну, мне прям очень нравится шмотка от Суприм и Луи Виттон. Это вот это худи, вы его сейчас видите. Но поскольку Суприм сжигла всю коллекцию, я не могу ее купить за маленькие деньги. Поэтому оперейку пока она стоит очень дорого, где-то до с чем-то тысяч рублей. Но при этом я ее куплю. Сколько у тебя животных? Ну, вы в моем инстаграме видели одну собачку, это Веста, есть еще Багира, они живут в вольере на улице, и есть Боцман, стражевой пес. Думали ты забросить Ютуб? Если да, то почему? О, это очень увлекательная история. Когда только я закончил школу, Ютуб не принесил мне деньги. То есть, я снимал уже где-то год, и у меня всего было от силы две тысячи подписчиков. За полтора года где-то. И мои родители говорили, что пора уже идти на работу. Если ты не идешь учиться, то пора уже идти на работу. И, типа, меня отправляли на завод, и тут вдруг свершилось. Я начал снимать потерянные эпизоды, начали появляться какие-то деньги. Сто долларов на минуточку, это были огромные деньги тогда. Я уже заработал деньги на Ютубе, мне не пришлось бросать его, чтобы идти на завод. Но, типа, на заводе бы я точно бросил Ютуб. У тебя есть вещи от Stone Island? Нет, я слышал, что за него очень часто предъявляют на улице. Не то, что я боюсь, но просто будет неприятно, если они будут идти писать... Если они будут идти писать заявление в ментовку на меня. Ну, неприятно, да, будет ситуация? Да? А? И почему меня все называют быдлом? Как будешь предвыгать Супримбан? Братан, не ссы, через полгода Ютуб будет под нами. Ты спишь один или с кем-то? Наверное, с призраками. Я думаю, призраки женского получастенько ко мне ложатся в кровать. Как ты думаешь, твоя камера следит за тобой? Ну, по сути, пока что моя камера, это мой телефон. И когда я напор на сайтах, думаю, что-то... Стоп-стоп, что-то не туда меня потянуло. Бывало ли такое, что ты влюблялся в преподов? О, братан, ты по адресу. Короче, у меня есть история. Я думаю, что зря сейчас я ее расскажу, но я не хочу, чтобы у меня были какие-то тайны перед бандой. Ну, как, это не тайна. Просто хочу быть открытым перед своей аудиторией, своей бандой. Потому что мы с ними на одной волне. Короче, да, я не то, что влюблялся, я встречался с ними с преподом. Ну, как сказать, преподом. То есть, она проходила практику у нас в школе. И да, мы встречались. Короче, мы в школе были самым худшим классом, потому что ребята, в том числе и я, очень сильно издевались учителей. Это громко звучит. Ну, короче, типа, мы очень сильно издевались, над ней тоже очень сильно издевались. И, короче, в один момент почему-то я ей понравилась, она мне понравилась. Я ей понравилась, да. Я ей понравилась, она мне понравилась. И как-то так сложилось, что мы начали гулять. И это где-то продолжалось два месяца. Потом она меня бросила. Окей, все. Короче, в общем-то, суть в том, что у меня были отношения с преподом. Относительно с преподом. Она тогда уже закончила практику. Поехала учиться дальше. Но мы с ней продолжали общаться. Даже пару раз виделись, где-то 4-5, где-то мы раз точно с ней виделись. А потом мы с ней расстались. Так, банда, пока я шел на студию, чтобы смонтировать это видео, я кое-что вспомнил. Что мой первый поцелуй был именно с ней. То есть, получается, что мой первый раз в плане поцелуя был именно с ней. Кроме поцелуя, больше всего ничего не было. К счастью, мы просто оба понимали, что это добро не проведет. Как ты относишься к фанам? Ну, я не думаю, что у меня прямо есть фан. У меня просто есть люди, которые со мной на одной волне смотрят мои видео. Им это интересно. И я его очень сильно уважаю. Это мои друзья, типа. Я вообще-то я своей второй семьей. Да, в моей семье 175 тысяч братиков и сестер. Нормально. Братан, подскажи, как стать ютубером по-братски? Забидное это дело, потому что сейчас очень сложно продвинуться на ютубе. Если ты продвинулся, то тебе просто повезло. Повезло, что тебе ютуб кинул в рекомендованные. Тебе нравится спорт? Да, нравится. И где-то 5 лет я занимался дзюдо. О, какой. Сколько сантиметров? 23. Волосы. 23. Ладно, окей. Да ладно, вопросы кончились. Окей, банда, я вам немножко рассказал о жизненных историях. Немножко я подключил на ваши вопросы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ах, да, я забыл вас забатить. Точно. Короче, скорее всего, это я встал в начале видео. Окей, банда, пришло время вас забатить. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, что с моими просмотрами почти нереально, то следующие вопросы-ответы я снимаю в трусах Суприм. Да. Окей, бро, вот такие вот дела. И если ты не веришь в истории с пребдом, мне все равно. Мне нечего тебя врать в этом видео. Типа, какой толк мне врать вопрос-ответе? Причем, отвечая на ваши же вопросы, банда. Окей, бро, и не забывай, чтобы вступить в мою Суприм банду. Тебе нужно нажать на лайк, колокольчик. А то если подписаться тоже нужно, поэтому подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Просто вот так вот. Суприм банда. Ну, я знаю, что они паленые. Не страшно, скоро куплю оригинал. Окей, бро, и также вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты в листках, они шикарные. Бро, если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев вживую. Ну, в общем, могу. Да, это было приятно, только мама не говорит. Но, бро, не расстраивайся, ты тоже мой спас в следующем видео. Всего-то, что тебе нужно, то нажать на лайк, колокольчик. И все, бро, ты уже в следующем видео. Как видите, ребята из Суприм банды попали, так что и ты сможешь. Эй, бро, также подписывайся на мой Инстаграм. Ссылка в описании осталась специально для тебя. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь задать мне их в директ. Я отвечу именно тебе. Или же в следующем видео. Ах, да, если еще у тебя сидели, видео тоже пиши. Буду очень благодарен. Окей, бро, оставайся такими-то шикарными. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok